В конце 90-х годов прошлого века жители Ангарска и Иркутской области пребывали в постоянном страхе. То, какой произвол учинили братья Стариковы, едва поддается описанию. Отморозки были широко известны не только в своем городе, но и за его границами. Единственным мотивом зверств братьев была жажда наживы. За три года преступники совершили минимум 11 убийств, одними из которых были расправы над четырьмя ангарскими семьями. Но прежде чем начать, я задам вопрос. Как много людей знают историю своей страны? А я вам отвечу. Увы, но меньшинство. Именно поэтому нам постоянно пытаются навязать ложный взгляд на события. Только зная историю, вы сможете понимать, что и почему происходит сегодня на самом деле. Чтобы не стать жертвой манипуляций, информирую вас о канале Лекторий Достоевский. Это один из лучших каналов по истории. Там вы в простом и интересном формате сможете узнать о различных периодах нашей страны и известных личностях. Как жили люди прошлого? Во что они верили? Каких успехов достигала Россия? И какие ошибки были допущены? Об этом и многом другом вы узнаете на канале Лекторий Достоевский. Только проверенная историками информация и самые интересные факты. Ознакомиться можно по ссылке в описании. Братья Игорь и Дмитрий Стариковы были очень жестоки. Они не щадили никого, даже маленьких детей. Однако несколько людей, включенных в список будущих жертв, смогли чудом остаться в живых. В уголовном деле Стариковых много разных характеристик. Однако то, что выделяло его среди других дел, банда, основанная на родственных связях. Можно сказать, в их мании совершать столь безжалостные преступления, в какой-то мере виноват их отец. Бывший начальник районного следствия, а после один из руководителей юридического отдела АНХК, Стариков-старший был человек довольно жестокий и имел большое влияние на сыновей. Время шло, Игорь и Дима выросли, но с работой у них не клеилось. С одного места выгонят, с другого сами уйдут. В общем, сидели на шее у родителей. И тогда отец прямо без раздумий им сказал, «Не хватает своего ума, чтобы заработать. Забирайте деньги у богатых». Это и стало своего рода толчком для притворения преступной деятельности братьев Стариковых в реальность. Если исходить из материалов уголовного дела, состоящего из 15 томов, первое свое убийство Старикова совершили весной 1995 года. Однажды знакомый рассказал братьям о своей соседке, 27-летней Ольге Новиковой, которая во время беседы с ним проговорилась, что хотел бы поменять 100 долларов. Игорь, который был старше Дмитрия, рассчитывал, что денежных средств у Ольги больше, чем 100 долларов. Хоть ее работа об этом не говорила. Зарплата в колонии для несовершеннолетних, где работала Новикова, была не такой уж и большой. Мужа у нее нет, и женщина одна воспитывала двух маленьких детей. Игорь с Дмитрием проследили привычный путь Новиковой и придумали, как ее похитить. В одно злочастное утро Игорь отдал брату кухонный нож, ведь сам он не умел с ним обращаться. Дима же не раз применял холодное оружие. В армии он часто резал свиней. Когда Ольга отвела детей в детский сад и побежала на служебный автобус, на ее пути появились Стариковы. Братья оглушили жертву палкой по голове, одновременно закрывая ладонью рот, чтобы она не смогла закричать, а затем быстро спрятали ее в иномарке. Остановившись у опушки леса, которая была недалеко от ТЭЦ-9, преступники долго настаивали отдать американскую валюту им. Испуганная женщина пыталась объяснить братьям, что никаких денежных средств нету. У нее вроде бы даже вышло их убедить. Дима указал Ольге на тропинку, которая вела к московскому тракту. Игорь был удивлен поступком брата. «Ты что, ее отпустишь?» И тот в два прыжка догнал жертву, садив ей в спину кухонный нож. Тело женщины-убийцы засыпали снегом, на связку ключей от квартиры взяли себе. К полудню Стариковы проникли в дом Новиковой и перерыли там все, но злочастных долларов так и не нашли. Единственное ценное в доме было обручальное кольцо да серебряный перстенек. Позже следствие назовет произошедшее ошибкой в объекте. Наводчик на Новикову в момент своих откровений был пьян и имел в виду совсем другую Ольгу. Спустя три года братья и ему выкупают могилу. Вот слова из показаний Игоря Старикова. «В начале 1996-го мы с братом решили вооружиться, так как с одним ножом дела не сделаешь. Я сказал Диме, что раньше видел пистолет-авторучку для стрельбы мелкокалиберными патронами и объяснил ему, как она выглядит. Мы привлекли нашего двоюродного брата Алексея Леонова, рабочего ангарского электромеханического завода. Вместе подготовили чертежи и он выточил детали двух ручек и стаканы для глушителей, которые навинчивались на ствол. Готовое устройство мы отстреляли недалеко от завода, а потом стреляли в моей квартире. Сто патронов калибра 5,6 мм мы приобрели в охотничьем магазине. За проделанную работу Стариковы обещали Леонову компьютер, но он так и не получил его. Зато огнестрельные изделия, которыми воспользовались Игорь и Дмитрий. Лишили жизни многих людей. Семья Шульгиных. Игорь вышел на Шульгиных по объявлению в газете «Свеча». Требовался вариант обмена двушки на большую жилплощадь с доплатой. 12 апреля Стариковы вошли в квартиру в 93-м квартале Ангарска под видом клиентов. Дети Шульгиных были в школе. Когда супруги только начали показывать братьям комнаты, прозвучал первый выстрел. Его сделал Дмитрий из ручки пистолета хозяину в голову. Раненый Евгений Шульгин и его жена Люба рассказали братьям про хранившиеся под шкафом 2000 рублей, после чего преступники по три раза разрядили в них стреляющие ручки. Старикова уже набивали сумки ценными предметами, когда раздался щелчок дверного замка. У порога стоял старший 13-летний сын убитых хозяев Илья. Младшему Саше повезло, он задержался в магазине, покупая коту вискос и видел лишь спины убегавших убийц. Илью уложили на пол лицом вниз. На свою беду он успел разглядеть на летчиков. Его судьба была решена. Стреляли в школьника поочередно, в голову и сердце. Лишь после восьмого выстрела мальчик затих. Тогда братья заметили, что из-за частой перезарядки их оружия порвались резиновые перчатки. Подонки еще долго были в залитой кровью квартире, пытаясь вытереть все отпечатки пальцев. Последним выстрелом Игорь пробил кинескоп телевизора, который уже не вмещался в его баул. Говорят, что преступника словно магнит тянет на место преступления. Что влекло туда Стариковых? Они почти всегда возвращались в день убийства. Вечером ловили такси и якобы случайно проезжали мимо дома, где была убита их руками целая семья. Успокаивались они лишь тогда, когда видели милицейский кордон. Тем временем в местных теленовостях подробно описывались обстоятельства тройного убийства и перечислялись похищенные предметы. Родители и жены бандитов догадывались, как в их дома попадают обновы, но они говорили ни слова насчет происходящего. Братья же продолжали свое черное дело, построенное на убийствах людей. Семья Красноперовых. Вот слова из показаний Дмитрия Старикова. Мой брат свел меня с Максимом Красноперовым, и мы общались насчет бензина. Потом познакомились с его женой Светланой, которая ждала ребенка. Поговорив с ней, я понял, что они хотят продать квартиру. Я помог ускорить этот процесс, так как у меня были большие долги. Молодая семейная пара была рада новым знакомым. В мае 97-го братья помогли им продать квартиру, возили к нотариусам и предоставили свой гараж под временный склад для домашних вещей. Дима предложил вырученную за квартиру сумму выгодно обменять на доллары в усолье, а Игорь даже хотел продать свою машину и в складчину прокрутить деньги. Супруги заподозрили неладное, когда машина Стариковых съехала с московского тракта на Большую Елань. Игорь свернул на лесную просеку якобы забрать забытый в лесу мангал. Смех в салоне резко прервался. Воцарилась гробовая тишина. Дмитрий попросил Максима помочь донести несуществующий мангал. Когда они ушли, Игорь на всякий случай включил музыку в машине, хотя и знал, что ствол у младшего с глушителем. Пистолет Макарова им накануне продал охраннику сольского курорта. Брат вернулся один. Он вывел из машины Светлану и выстрелил ей в лоб. Тела Красноперовых преступники забросали в лесу ветками. Сняв золото со своих жертв, братья забрали и дамскую сумку с внушающей суммой — тридцатью тысячами рублей. Такой была стоимость квартиры и цена двух молодых жизней и неродившегося ребенка. Вечером того же дня Стариковы встретили Вадима Мельгунова. Игорь занял бывшему однокашнику пятьсот рублей и попросил об услуге. На служебной «Волге» Вадима, взяв лопатой и канистру бензина, они уже втроем возвратились в лес, сожгли трупы, а затем закопали, замаскировав могилу дерном. Игорь похлопал Вадика по плечу. «Теперь ты наш подельник, не так ли?» Мрачное место в лесу впоследствии назовут кладбищем Стариковых. Семья Волынкиных Вот слова из показаний Игоря Старикова. Летом 1997 года мы с Димкой искали клиентов, торгующих машинами, чтобы войти к ним в доверие, убить и забрать деньги. Мы ходили по автомобильным рынкам в Иркутске и Ангарске, пока в 17-м микрорайоне не познакомились с Юрой Волынкиным. Я вроде бы заинтересовался автомобилем Toyota Camry и попросил его координаты. Парень дал мне свой адрес, мы дождались, когда он продаст машину и стали действовать. Мельгунова мы посадили за руль, убедив его, что убивать никого не будем. Просто заберем деньги и все. Хотя, мне кажется, Вадик должен был догадываться, что в живых мы никого не оставим. 12 августа Стариковы вошли в квартиру Волынкиных. В кожаной папке Дмитрия лежал пистолет с глушителем, а Игорь взял для подстраховки ручку-пистолет. Когда теща Юрия Волынкина ушла на работу, бандиты переглянулись и обнажили оружие. Юрий сказал, что деньги хранит у брата. Тогда из спальни привели его жену. Марина тоже отрицала наличие в доме денежных средств. Через окно братья позвали с улицы пятилетнего сына Волынкиных, Диму, игравшего на детской площадке. Мальчик пришел с друзьями, но им проход был запрещен. Юрий умолял преступников не трогать жену и ребенка, отдав им все золотые ценности. Марина сидела в кресле, прижимая к себе сына, и, казалось, понимала, что происходит. Был ли это шок или, может, благодаря женской интуиции, она уже знала конец данного инцидента? Ответить трудно. Дмитрий вспоминал, что когда выстрелил в мужа, женщина даже не шевельнулась. Вдруг кто-то сильно постучался в дверь. Один из мальчиков, кажется, видел у Димы пистолет. Игорь запаниковал и стал срывать болты оконной решетки. Прыгая с подоконника первого этажа, он сказал брату лишь одно. «Ты сам знаешь, что делать». Эта фраза все и решила. Сидевший в машине Вадим Мельгунов услышал хлопки пяти выстрелов и понял, что случилось катастрофическое. Всю дорогу Игорь безостановочно орал на Диму. «Зачем ты убил пацаненка?» Дмитрий оправдывался, мол, выстрелил, не думая автоматически. А Мельгунов заметил на руке Игоря золотой перстень с камнем, цвет которого напоминал кровь. Как выяснилось, гулявшие во дворе дома жертв дети видели убегавших мужчин и рванувшую с места машину. Один мальчик даже запомнил лицо одного из бандитов, а девочка со скейтом цифру в номере иномарки. Эти первые показания помогли в поиске жестоких преступников, так как удалось составить приблизительные фотороботы-убийц. Именно маленькие дети вызвали переполох среди соседей, они же в свою очередь вызвали милицию и скорую. Юрий был мертв. Оказать помощь смертельно раненым женщине и ребенку врачи уже не смогли. Следственная группа при осмотре места происшествия заметила на мебельной стенке коробку, в которой хранилось 8 тысяч долларов. Потом в гараже, когда чистили оружие, братья имели в планах почистить и всех очевидцев, в первую очередь тещу Волынкина и приходившего торговаться Тойотой мужчину. Он же, к несчастью, наткнулся на братьев у супружеской пары Волынкиных. Но Бог сохранил им жизнь. Стариковы их не тронули. Мельгунов же от и до поведал все своему брату, после чего ушел в запой. У него была даже тщетная попытка самоубийства. После жестокого убийства в 17-м микрорайоне трое бандитов не совершали кровавых злодеяний. Однако преступная деятельность продолжалась. На этот раз Стариковы и Мельгунов были не убийцами, а ворами и взломщиками. По делу проходит около 15 эпизодов, но даже следователь прокуратуры не уверен, что арестованные выдали все. Описи добра, похищенного у коммерсантов, занимают десятки листов. Скрывая гаражи и склады, мародеры крали все, что можно было взять. Весь ворованный товар, партии кафельной плитки и импортных обоев, детской обуви и бытовой химии через перекупщиков уходил на ангарские рынки. В это же время были похищены и проданы по запчастям два автомобиля. В свободное время и деньги, заработанные нечестным путем, компания тратила на водку и проституток. Одна из жриц любви, заразившая братьев сифилисом, отделалась, по их мнению, легким испугом. Ее привезли на кладбище, где сломали нос и сожгли зажигалкой волосы. Зимой 1998 года бандиты, колеся по городу, встретили подвыпившую девушку. Вадиму Мельгунову, который всего за полчаса до этого проводил домой жену и детей, приглянулась шуба прохожей из меха Чернобурки. Вадим быстро среагировал и ударил ее в лицо, отчего девушка потеряла сознание, а очнулась уже раздетая на снегу. Пропала не только шуба, но и норковая шапка и сумочка с документами, в которой банда нашла квитанцию на ремонт стиральной машины с указанием домашнего адреса и ключи от квартиры. Могли ли они, люди, убившие уже более трех семей, упустить такую возможность? Конечно же нет. Пока хозяйка, буквально раздетая, добиралась домой, из жилья вынесли ковер, видеодвойку, музыкальный центр, девять вазочек и даже женские туфли. В марте того же года Игорь подвозил дачника до садоводства «Утес». В его доме были телевизор и видеоплеер, которые тут же понравились водителю. В то же время тот сам любезно пригласил Игоря попариться на следующий день в бане. Впрочем, Старикова и Мельгунов приехали бы даже, если бы им не предложили. Оружия к тому времени у них не было. Пистолет с глушителем и стреляющие ручки пропали после пожара в гараже. В полночь братья с кулаками ворвались к дачнику, но тому подвернулся под руку топор. Бандиты ретировались, но отступать не хотели. Они выбили окна и, забросив внутрь факел, решили выкуривать мужика. Уехали только, когда весь дом был объят пламенем. Спас дачника подвал, в котором тот укрылся от пожара. Фазенда со всем содержимым обратилась в пепел. Уцелел только пульт дистанционного управления от телевизора, который Игорь машинально сунул в карман. Позднее пульт нашли при обыске у Стариковых и приобщили к делу в качестве вещдока. Братья задумывали многое, но судьба решила по-другому, не дав произойти еще одному жестокому и безжалостному преступлению. К убийству семьи Галушкиных преступники готовились долго и упорно. Стариковы выследили их в военном городке, где офицер в отставке проживал с супругой, и вошли в доверие, представившись коммерсантами. Когда братья пришли в гости, в папке Дмитрия, как и в прошлый раз, лежал пистолет. Но их покушение сорвалось благодаря соседке Галушкиных, которая была крайне неспокойной. Тогда они решили перенести убийство на другую семью. Семья Фатеевых Вот слова из показаний Игоря Старикова. «В августе 1998 года наш старый приятель Серега навел нас на квартиру, где было много аппаратуры. Мол, вся техника ворованная и хозяин в милицию не пойдет, — говорил он нам. Мы приехали к нему втроем, я, Димка и Серый. И забрали телевизор, компьютер, музыкальный центр, микроволновку и телефон. А через неделю к нам подъехали люди из преступного мира и сказали, что мы неправы. Они просили нас вернуть аппаратуру и заплатить им десять кусков. Серегу, который нас подставил, мы решили убить. В начале сентября мы съездили на дачу отца, взяли лопаты и неподалеку от садоводства в лесу вырыли могилу, чтобы после убийства закопать его труп. При удобном раскладе мы хотели заманить Серого в лес, но до нашего задержания такой случай не представился, поэтому мы его и не убили. На самом деле братья прокололись сами. Стариковы перестраховались перед ограбленным парнем, заявив ему, что они из бригады местного положенца. Пострадавший решил навести справки у блатных, а те за базар поставили их на бабки. Чтобы расплатиться с братвой, Стариковы замыслили ограбление Людмилы Фатеевой, хозяйки павильона, где торговала жена Дмитрия. Фатеева как раз собиралась в Китай за партией товара, и братья мешкать не могли. Она и раньше встречала Диму в магазине, но когда он возник на породе ее квартиры и попросил налить канистру воды, удивилась, как ее адрес проживания стал известен ему. Незваный гость только пригрозил ей ножом. Вошедший следом Игорь, размахивая газовым пистолетом, сразу последовал в зал, где сын хозяйки, 17-летний Александр, смотрел телевизор. Его связали скотчем и увели в ванную. Фатееву убили не сразу. Бандиты рассчитывали, что Саша, услышав крики матери, выдаст где деньги. Перерыв всю квартиру, они нашли только пять тысяч. Уложив вещи и аппаратуру в баул Дмитрий указал на связанного юношу и протянул Игорю нож. Тот не хотел делать этого. Младший обреченно вздохнул. Почему всегда я? Уже дома, разбирая похищенные в 25-м квартале вещи, братья наткнулись на видеокамеру убитого ими невинного подростка. Два душегуба долго веселились, снимая друг друга, не подозревая, что гулять им осталось два дня. Вот слова оперативника ВС РУБОП. Когда мы уже вплотную подошли к Стариковым, взяли под наблюдение машину и контролировали каждый шаг, еще не было прямых улик и доказательств, а следовательно и законных оснований для ареста. Нужен был импульс, чтобы спугнуть бандитов вынудить их раскрыть карты, чтобы земля горела у них под ногами, чтобы они приняли наши условия игры. В квартиру родителей мы подбросили записку следующего содержания, исполненную корявым детским почерком. «Бабка-убийц, тебя не мучает совесть, скольким людям причинили горе ваши ублюдки? Вас всех ждет смерть. Она уже близко. Готовьтесь». Это письмо, адресованное как бы никому, и последовавшие за ним события усилили панику в семье Стариковых. После первого же обыска прокуратуры отец побежал к невесткам, чтобы те срочно перепрятали имевшиеся в доме чужие вещи. Впрочем, машина уже была запущена. Братья, припертые к стенке фактами, в том числе материалами оперативных разработок, как на духу исповедовались в немыслимых преступлениях. Мельгунов, уже будучи на свободе, написал молитву и попросил жену зарыть ее под мостом через Китай, как он выразился, на удачу. Вадим до паники боялся людей, которых все время именовал друзьями. В последнее время перед арестом он предписал жене ни в коем случае не принимать Стариковых в свое отсутствие. Как-то вернувшись домой, он застал там братьев. После их ухода в семье разразился скандал, причину которого Мельгунов так и не смог объяснить жене. Пока шло следствие, Вадим получил развод и выписался из квартиры. Вот слова старшего следователя областной прокуратуры. Стариковы, Дмитрий и Игорь, первый исполнитель большинства убийств, второй неизменный организатор почти всех преступлений. В ходе допросов и следственных экспериментов неоднократно меняли показания. Сначала вытягивали друг друга за уши, потом откровенно топили. То выдавали себя за киллеров, работавших по заказу криминальных авторитетов, то брали на себя чужие прегрешения, которые, тем не менее, приходилось проверять и отрабатывать. Цель преследовалась одна – запутать следствие и затянуть расследование. Однако, несмотря на все хитрости, которые придумывали братья, уголовное дело номер 33-585, состоящее из 15 объемных томов, было завершено в положенные сроки. Ушло в суд и ни разу не вернулось на доп. Знакомясь с материалами дела, Дмитрий Стариков смог все же выкрасть в одном из томов протокол своего допроса. Эти несколько страниц ничего не изменяли и были легко созданы вновь. Обвиняемый украл их, скорее всего, из хулиганства или, как он сам указал в объяснении, просто так. Достаточно вспомнить, что и в ни в чем неповинного ребенка он тоже стрелял просто так, даже не вздрогнув. Игорь же, в отличие от своего младшего брата, ничего не делал ради забавы. Во время расследования старший усердно разрабатывал план бегства. В записке на волю, которую перехватили оперативники, он просил жену купить ему ствол и припрятать в туалете. При выезде на очередной эксперимент убийца хотел утекать. Чтобы не позволить создать новых проблем, Игоря Старикова домой больше не вывозили. Вот последнее слово Игоря Старикова. «То, что я скажу, не имеет большого смысла, так как моя судьба давно решена. Да, я виновен в этих ужасных преступлениях и теперь могу только просить прощения, но не пощады. Я знаю, что в глазах людей я ничтожество, самый последний человек. Тому, что я делал, нет оправдания. Даже для родителей это был шок. Я знаю, что суд приговорит меня к самой высшей мере наказания и прошу прощения у всех родных убитых нами людей. Нести в душе эту ношу я уже не в силах. Прошу суд быть ко мне снисходительным и приговорить меня к расстрелу. Большое спасибо». Дмитрий Стариков не сказал ничего 5 апреля 2001 года Игорь и Дмитрий Стариковы были приговорены к пожизненному лишению свободы. На свободу они не выйдут уже никогда. Вадим Мельгунов получил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Двоюродный брат Стариковых Алексей Леонов был приговорен к 3 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 3 года. Так в истории ангарских палачей была поставлена точка. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, поддержите нас лайком и не забывайте подписаться. До новых встреч!